Всем привет! Нахожусь в новом аэропорту города Запорожье и отправляюсь сегодня опять в Турцию, но в этот раз уже не в Стамбул, а в Антарвию. Новый терминал очень красивый, прям все такое новенькое, цивильное, приличное, очень нравится. Сейчас немножечко покажу. Вот такой вот у нас новый аэропорт теперь Запорожье. Летать отсюда очень нравится. Новый аэропорт Запорожье открылся только вчера, 20 октября. Вчера они отправляли первый внутренний рейс, сегодня они уже начали работать и с международными рейсами. Аэропорт очень красивый, современный, правда пока еще не работают магазины. Дьюти-фри, это все еще закрыто, ресторан тоже не работает, но находиться здесь очень комфортно, очень приятно. Посмотрим, как мы будем выходить на посадку. Там построен лифт, скорее всего, что мы на лифте спустимся вниз и пойдем в самолет. Посадка в самолет в 12.10, вылетаем в 12.55, ну и надеюсь к вечеру доберемся к отелю, чтобы успеть хотя бы на ужин. Настроение прекрасное, будет завтра море. Все, уже спустились вниз на улицу по ступенечкам пешком и проходим пешком тоже в самолет. Автобусами все-таки в связи с пандемией не доставляют, мы недалеко. Идем. Вот такой вот новый красивый аэропорт сейчас в Запорожье. Супер. С самолетиком мы сегодня отправимся в Анталию. Море и солнце, встречай нас. Летим. Осенняя Анталия нас встречает. Вот такая вот погода сегодня, 21 октября. Обещают, конечно, что будет плюс 30, но пока на это не похоже. Нас поселили в отель номер 1461. Не фиксируется что-то. Номер 1461 находится на третьем этаже. Так, сейчас посмотрим на него поближе. Номер с двумя раздельными кроватями, так как мы будем здесь жить с моей сестрой, с моей сестрой. Так, здесь у нас ванная комната. Ванные принадлежности у нас есть. Стаканчики, что-то в коробочках. Так, душевая кабинка. Проходим дальше. Здесь уже наши чемоданы. Так, две кровати. Шкаф-купе. Сейф. Вешалки. Подушка дополнительная. Так, здесь у нас балкон. Здесь у нас балкон с видом на улицу. И там вдали видно море. Вот там вот моречко. Я его вижу. Ну, в общем-то. Велком ту Кемер. Ну что, заселились мы в номер. Пришли посмотреть на вечернее моречко. Тут, конечно, как цунами прошло. Валяются шезлонги. Зато море красивое. И погода такая теплая. Стоим в футболочках. 21 октября в 7 часов вечера в Кемере. Сейчас пойдем поужинаем. И немножечко еще вечернего вида на Кемер. Людей в отеле уже очень мало. Все-таки сейчас октябрь. Вот. Но красиво. Видно горы. Тихо и спокойно. То, что нужно после рабочей недели. Ну что, ребята. Смотрим и думаем, сколько человек сегодня будет ужинать. Вот наш стол. И нас двое. Давайте посмотрим, что мы сегодня будем есть. Рыбка. Какая-то тевтелечка с салатиком. Баклажанчики. Оливьешечка йогурт. Айранчик. Шашлычки. Сладости. Вино белое, вино красное. Ну что, афиэтулсун нам. И немножечко нам турецких котов сидят такие все красивые. Ой, какие красивые. Да, котики? И еще один вот лежит красивенький тут такой на столе. Да, котик такой красивый. Иду на ресепшн и оплатить вай-фай, чтобы загружать видео. Вышла прогуляться по ночному Кимеру. После плотного ужина нужно потерять калории. Ужин был, конечно, великолепный. Мороженое ели два раза. Я его, конечно, не успела заснять. Потому что так увлеклась этим процессом. Очень вкусное мороженое в Турции. Настолько я его люблю. Конечно, вообще. Ну, в принципе, как и саму Турцию. Люблю Кимер. Девочки, ребята, скажите, кто любит Турцию так, как люблю ее я? Я на радость тех, что прибыла в Турцию. Забыла сказать, в каком отеле мы остановились. Отель называется Армаз. Отель Гюльбич. Находится на первой линии. Но второй корпус находится на второй линии. Я, естественно, живу во втором корпусе.